Кандидатом в депутаты законодательного собрания по второму одномандатному избирательному округу баллотируется коммунист Виктор Жарков. О нем наш следующий сюжет. Виктор Жарков, депутат пятого созыва законодательного собрания Омской области от КПРФ. Один из самых активных. Автор десятков инициатив. Редкое заседание проходит без его предложений, заявлений, обращений. Хорошо разбирается в экономике, социальных вопросах. В прошлом – боевой офицер, орденоносец. В настоящем – предприниматель и депутат. Главная задача нашей фракции – это недопущение принятия антинародных, антисоциальных законов. Мы никогда не голосуем за бюджет Омской области, мы никогда не голосуем за закон, который ухудшает положение наших жителей. У народного избранника широкий круг занятий – работа на округе и в комитетах парламента, изучение огромного количества документов, встречи с избирателями. Редактор газеты «Красный путь» и коллега Жаркова по фракции Адам Погарский говорит, что в депутатской работе это только полдела. Много энергии коммунисты тратят на противостояние депутатскому большинству, которое в законодательном собрании представляет «Единая Россия». Подчас агрессивному. Единороссы ревностно следят за тем, чтобы законы защищали интересы крупного бизнеса. А коммунисты настаивают на социальных послаблениях для простых граждан. Это требует определенной решимости. На тобой могут элементарно просто поскулить, сарказы в ходу. Это надо терпеливо, терпеливо работать. Виктор Александрович у нас, например, постоянно добивается, и мы его поддержим, наша фракция, чтобы был, допустим, универсальный в области закон по налогообложению. Сегодня практика такая, мы против него встаем, в первую очередь, Виктор Александрович, давать тем, кто ближе к телу налоговое послание. Мы говорим, что есть необходимость, чтобы это было универсальное правило для всех. Не надо, чтобы это действовало избирательно. Наши депутаты не хотят мириться с тем, чтобы налоговые льготы правительство Омской области раздавало только избранным. Возможностей для преференции в бюджете региона мало, поэтому основания для них должны быть вескими. И экономический эффект после налоговых каникул должен быть очевидным. Рост производства, увеличение поступлений в казну, новые рабочие места. Покажите нам цифры, которые вы платите в бюджет, а мы дальше решим, нужно вам преференции дальше давать или не нужно. Виктор Жарков ведёт активную работу в этом направлении, надеется на поддержку избирателей 18 сентября, чтобы продолжить её в новом созыве.